Друзья, вот удалили малую подкожную вену, обратите внимание, вот такие тоже малые подкожные вены есть, глубокие, перфорантные вены, они соединяются с глубокими, мы их тоже удалили, я, на крайний случай, мой аппарат, его видно? Вот, мой премиальный любимый аппарат, спасибо моему пациенту, который мне, кстати, его подарил, он, кстати, очень-очень дорогой, несколько миллионов стоит, вот с собой я всегда приношу, если у меня какие-то такие сомнительные случаи. Вот такую вену удалили, она считается малой подкожной веной, но технически она сложнее в плане того, что требует ювелирной работы, потому что вот в подколенной ямке соединяются 8 глубоких вен, вот вместе с ней, мы сейчас устья тоже перевяжем и дальше пациентку переводим в палату. Нам осталось минут 15, еще 20, там доделать стриппинг, мы всего делаем сейчас 20 минут операцию, вот, удалили вену, ранее мы выложили, вот я как раз анестезиолог наш снял варикс, который был у устья в этом месте, все это тоже удалили, и риск тромбоза гораздо меньше. Как себя чувствует пациентка? Вот ваша венка, моя дорогая пациентка, вот, у нас замечательная пациентка, она жутко боится, жуткая трусишка, вот, но, слава богу, решилась, потому что, вот я говорю, фасцию когда убрали, вот этот узел сразу открылся, фасция придерживала, вот эту шишечку. На узе я тоже снимал, я ее ногу выкладываю, выложил уже видео, вот, и там можно сравнить. Вот так, друзья, вернули кровоток в нормальное русло, 8 глубоких вен, там усилилась скорость, все спрашивают, нагрузка, нагрузка, такого не бывает, скорость усиливается кровоток, и тогда лучше кровоток возникает в ноге, как на здоровой ноге. Все, будут вопросы, в комментариях пишите, либо записывайтесь на прием в описании под роликом все формы связи. Всего доброго!